Молитва к Честному Кресту Да восстанет Бог, и рассеются враги Его, и добегут от Него все, ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут, и как тает воск от огня, так и погибнут бесы, перед любящими Бога и знаменующимися знамением Креста в радости восклицающими, радуйся, многочтимый и животворящий Крест Господен, прогоняющий бесов силою на Тебе, распятого Господа нашего, Иисуса Христа, который сошел в ад и попрал силу дьявола, и дал нам Тебя, свой честный Крест, на прогнание всякого врага. О, многочтимый и животворящий Крест Господен, помогай мне со святой Госпожою, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки веков. Аминь. О чем мы молимся в молитве Честному Кресту? Произнося эту молитву, мы выражаем веру в единого и истинного Бога, в Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, Искупителя. Одним из способов выражения нашей христианской веры, помимо произнесения соответствующих молитвословий, надлежащего сердечного настроя, служит крестное знамение, символ победы Христа над адом и смертью, через крестное страдание и смерть. Оно же является действенным спасительным средством для осеняющего себя с упованием на Бога и верой. Произнося слова данной молитвы, мы просим у Господа покрыть нас покровом божественной благодати, сохранить нас от зла. Кроме того, просим доброй помощи со стороны Пресвятой Богородицы и всех святых Божьих. Почему крест называется Животворящим? Потому что Бог посредством крестных страданий и смерти вочеловечившегося Сына Божьего искупил человека, даровал людям возможность наследовать вечную блаженную жизнь. Потому что подаваемая Богом спасительная благодать, а спасение было даровано людям через крестное страдание и смерть Сына Божьего по человеческому естеству, является действенной силой, способствующей преображению человека, единению его с Богом и ближними, в результате чего он действительно наследует вечную блаженную жизнь. Потому что через крестное страдание, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа побеждена смерть, что выразится в том числе во всеобщем воскресении мертвых в будущем. Что значат слова «Ваат, шедшего и поправшего силу дьяволю»? Эти слова указывают на схождение Христа душой в Аат, которая состоялась после его крестной смерти, то есть по отделении его души от его тела. В аду Спаситель просиял славой Божества, проповедовал благую весть, и кто воспринял его проповедь, был выведен из ада. Через это схождение в ад был побежден дьявол, попран, посрамлен, побежден, скован на тысячу лет, ограничен в силе и могуществе, вплоть до периода последних времен. Когда эту молитву следует произносить? В любое время, при опасных обстоятельствах, перед сном, при этом рекомендуют поцеловать нательный крест и оградить себя и постель крестным знамением. Почему мы обращаемся к честному и животворящему кресту как к личности? Не прослеживается ли в таком обращении идолопоклонство? В таком обращении не прослеживается идолопоклонство. Объясняется же такая форма обращения, например, следующим образом. Молитва к кресту относится к жанру византийской поэзии, для которой характерен прием метанимии, то есть переименование. Метанимия – словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет, явление, находящийся в той или иной пространственной временной связи с предметом, который обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении. Например, выпить чашечку кофе, выпить не саму чашечку, ее содержимое, претендовать на директорский портфель, претендовать на должность директора, а не на портфель, слушать Чайковского и Рахманинова, слушать не композиторов, а их музыку и так далее. Поэтому, обращаясь к кресту, мы обращаемся к самому Богу, ко Христу, благодаря страданиям и смерти которого на кресте мы были искуплены. Не идет ли в разрез со Священным Писанием такое обращение к честному, животворящему кресту? Слова «Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень» являются классической метафорой, образным выражением. Примеры поэтического обращения к неодушевленным предметам, как к живым, можно найти в Священном Писании. Например, «Да радуется поле и все, что на нем». «Радуйтесь небеса и веселись земля, восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». «Не бойся земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Кто нам помогает, крест или Господь? Молитва, адресованная к кресту Христову, восходит к распятому на нем. Сила, помогающая нам по молитве, исходит от самого Господа. Мы не считаем крест живой личностью, способной мыслить и чувствовать. В каких случаях читается молитва честному и животворящему кресту? Молитву честному кресту можно произносить в любое время. Верующие произносят ее ежедневно перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением. Напомним, что эта молитва входит в состав вечернего молитвенного правила, молитв на сон грядущий. Кроме того, к молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда появляются сомнения в вере и дьявольские искушения, когда человеку становится необъяснимо страшно и он хочет попросить защиты у Бога при опасных обстоятельствах. Когда христианин читает эту молитву во время вечернего правила, полезно оградить свою постель честным крестом, то есть перекрестить ее, а также перекрестить свое жилище на все стороны света, на север, юг, запад и восток. Ограждая крестным знамением себя, свое жилище и свою постель, мы тем самым предаем всего себя Богу его защите. Эту молитву можно читать и многократно, однако при чтении молитвы важна искренность, вера, духовная устремленность ко Господу, правильный сердечный настрой. Редактор субтитров А.Семкин